Не верьте им никому, они сидят и ждут, что им принесут на блюдо. Когда вот тогда в вашем первом фильме говорилось о том, что волонтеровка ленивая, никто не хотят ничего делать, ну это вранье чисто воды, вранье, просто вранье. Помните, какое-то время назад я уже здесь был, и мы ходили с вами по тем вот нижним улицам, общались с людьми, и центральный такой персонаж того ролика была бабушка, которая говорила, что в принципе всем дают компенсации, никому не верь, кто будет плакаться или говорить, что компенсации не дают. Просто некоторые, например, начинают говорить, что не дают никакой компенсации, а вам вот получается дают. И то видео, которое, кстати, просмотрело почти миллион человек, вызвало самую неоднозначную реакцию у жителей поселка этого прекрасного волонтеровка. Сейчас мы пройдемся вон туда и пообщаемся с другими жителями, и узнаем, как у них дела обстоят с компенсацией. И вот, видите. Ну и получается, а это ваш? Это наш, да. Это наш. То есть это из-за обстрелов вот это у вас? Да, у нас вот, вот смотрите, я сейчас, мы нашли, оно вот сюда прилетело, вон оно стоит. Оно лежало вот возле подвала. Да. Вот крышу пробило, типа, как-то, ну вот там вот оно напогнуло. У вас был здесь ремонт такой, ну, полноценный. Я вам покажу, вы что, у меня жилой дом. То есть это дом, вот хороший дом у вас был, да? Конечно, я вам сейчас покажу мой дом. Это вы уже здесь почистили? Да, мы тут, господи, нам контейнера поставили, тогда еще это было бесплатно. А чистили за свой счет это все? Конечно, конечно. Ну вот это, это мой дом. Это вот у вас здесь. Да, это как раз моя лестница. У меня здесь, грубо говоря, 175 квадратов. Когда изначально мы подавали, только приехали в апреле, вернулись сюда, нам сказали, вам дадут денег по, по-моему, господи, по 35 тысяч за 42 квадрата. 32 мужу, вернее мне, потому что я собственник, и 16, то есть всего 42 квадрата. 35 тысяч, это была сумма там в районе 1 миллион 400. И я написала на квартиру, потому что, понимая, что за эти деньги я не восстановлю его, и своих сейчас денег у нас нет, мы уехали вообще. Понятно. То есть либо так, либо так. Да, потом прошло время, мы долго не позвонили. Мне позвонили в феврале месяце, вообще спонтанно в феврале месяце, прошло это, сколько, 8 месяцев, и сказали, что придите, вам одобрено на квартиру. Это очень интересно. То есть вы подали на квартиру, а, кстати, где? На Изумрудном. На Изумрудном. А большая? Ну, трехкомнатная. Трехкомнатная. Самая большая, которая, возможно, была на данный момент в городе, потому что больше не строят. Как по 86-90, да. Да, да, да. 88. И, в общем, вам ее там дали. Хорошо, то есть вам повезло, получается. Ну, скажем так, если бы мне на тот момент сказали по 35 тысяч за общую площадь, я бы вообще не соглашалась бы на квартиру. А разве потом не приняли решение по общему метражу компенсировать? Когда я получила уже квартиру, и это был общий метраж, это уже в августе пришло. Тогда, когда я уже получила ордер, стала собственник этой квартиры. Да, вот те деньги, допустим, 35 тысяч, ну, в районе это, допустим, 7 миллионов бы было, я бы... Смогли бы восстановить. Ну, скажем так, не в полной мере, но мы работаем, продолжаем работать, что-то бы мы восстановили. Ну, да. Потому что мы всю жизнь прожили в своем доме, всю жизнь. Я понимаю. Да, у нас был один дом, теперь мы построили. Этому дому 10 лет. Ну, хорошо, но назад уже не откатишь, то есть квартиру вам дали. И вот мне, знаете, что интересно, кому теперь это принадлежит, вот это? Мне. То есть вам и квартиру дали, и это оставили? Да, потому что, смотрите, ну, это опять же, я консультировалась у юристов. То есть до того момента, то есть было постановление 175-е, а потом же была поправка. По 175-му за мной оно остается, у меня не забирали этот участок. Я получила и квартиру, и у меня останется вот этот участок. Почему? Потому что у меня же еще и сохранились постройки мои. А сейчас квартиры уже не дают, у кого был частный дом, только под восстановление. Только под восстановление. Только под восстановление. С прошлого раза осталось впечатление, что всем все дают. Так что нет, дают, пусть он не всем делают. Нет, нет, это далеко не так. Это далеко не так. Потому что первое, видимо, нам повезло, потому что мы очень рано обратились. Когда еще? Да, мы только приехали, мы сразу, потому что нам жить вообще не было негде. Мы были в мастерской у нас, вон она осталась и сохранена. И мы там взяли, все повыносили, вот все. И там жили. Это наш сосед, да. Вот. А он уехал? Нет, Вова здесь, Владимир здесь. У него есть небольшая гостинка, и только поэтому ему ничего. А гостинка это что такое? Общая кухня. Коммуналка? Ну, скажем так. Просто гостинка это какая-то мариупольская тема. Да, это на вашу похоже как коммуналка. Да, российская коммуналка. Коммуналка. Скажем так. Понятно. Короче, она на него записана, и ему ничего. Общий душ, общая кухня, только комната. Ясно. Вот такая ситуация меня, конечно, поражает. То есть здесь надо, ну действительно, я не знаю, что здесь надо делать. Здесь надо все сносить и строить дом заново, по сути. Ну, так вы еще поймите, что смотрите, на данный момент, когда мы убирали, мы вдвоем с мужем вот это вытаскивали, вот такое приблизительно было у нас внутри дома. Мы вывезли три вот этих вот здоровенных железные контейнеры. Нам их, правда, поставили, тогда это было бесплатно. Сейчас наша вот женщина, которая занимается, Светлана Михайловна, она, ну, по крайней мере, в телеграм-канале написала о том, что вот эти контейнеры металлические, их ставят уже платно, то есть две с чем-то это поставить, плюс вывезти. В районе пяти тысяч стоит вот этот контейнер. Сколько здесь контейнеров надо, чтобы вывезти? Или привозить технику и КАМАЗ за свои деньги? Я даже не представляю, сколько тут денег надо. Я не удивляюсь. Если человеку дали сто тысяч всего, и то ему не дали. Ему же это не дали. Потому что у него есть вот эти метры. Да, да. А сколько там, метров двадцать у него? Ну, я не знаю, наверное, ну, может быть, в районе, ну, я не знаю, но что-то мало. Я знаю, что ему ничего не дают. Не дают. Вот это он летом, он сюда приходит, смотрит, вокруг ходит, но сам ничего сделать не может. Жалко, жалко. Да, он был с ремонтом, он тоже, он делал ремонт. И он живет сейчас в этой коммуналке? Ну, скажем так, в гостином. Понятно. Вот те соседи, вот, они все лето и, наверное, с месяца восемь прожили с деревьей крышей. В конечном итоге они его сами накрыли. Тоже им не дали ничего? Нет, я не знаю, может быть, сейчас дали, но накрывали они за свой счет. Кому-то вот дают, кому-то нет. Кто-то там плачет, что это вообще невозможно. Это правда какая-то вот, я не понимаю, чего это зависит. Ну, я вам скажу о своем брате. Он не может вступить в наследство, потому что не работают суды. Все. Это я слышал, что проблемы с судами. Суды не работают, все. Поэтому он не может ни компенсацию получить, ни вызвать рабочих, ни чтобы ему дали какие-то стройматериалы. Ничего этого не дается. Все. Он не может этого получить. Все. А как я вот не могу понять, а кому-то когда дают, а почему им дают? Я имею в виду, они говорят, нам дали. А знаете почему? Есть люди, которые пробивные, скажем таки, или которые ходят, 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 ходят. Да, у меня есть такие, которые вот обивают пороги, их уже знаете, как выгоняют, а они все равно. Он, да, его за дверь, а он в дверь, а он в окно, скажем так. Это первое. А второе, ну ездишь люди, у которых документально все в порядке. А, то есть там же требования, чтобы все было четко. Конечно. У кого нет, это было единственное жилье. А если, допустим, ну опять же, ну как сравнить, вот его жилье, в котором, ну пускай там, пускай 60 квадратов, и это был собственный дом с гаражом, с семейным участком совсем, и он живет в этой коммуналке. Не говорить ничего, я не знаю, почему такое правило велик. Ну вот как, как так может быть? Я не знаю. Я тоже не очень понимаю это. Такого быть, ну, по крайней мере, в моем понимании, не должно быть. Не должно. Это первое. Второе, если людям как бы дали эту компенсацию, почему они ее ждут годами? Не понимаю. По семь месяцев, по восемь. Люди уже плюнули и начинают, мы вот сейчас пойдем к людям туда сходим, они за свои деньги начали строить. Просто не могут дождаться, да? Им одобрили, вроде бы как им одобрили, но они не могут уже ждать, потому что в одном жилье пожили их, ну, не попросили, потому что вернулись хозяева. Второе, сейчас они тоже, они живут только за коммуналку, хороший домик все, но их просят уже, ребята, вот до весны, пожалуйста, это, а куда выходить до весны? Платить за квартиру? Ну, вы извините, у нас в Мариуполе при том, что зарплаты маленькие, квартиры по 20 тысяч. Аренда. Аренда. Это квартира, скажем так, не лучшего сегмента, да, да. Когда вот тогда в вашем первом фильме говорилось о том, что волонтеровка ленивые, никто не хотят ничего делать, ну, это вранье чисто воды, вранье, просто вранье. Посмотрите, вот на костылях мужчина сам вот это все убирает, чистота идеальна. Приходит и все делает. Если нет, конечно, хозяев, вот как здесь, ну, понятно, что соседи не будут им убирать, но те, кто тут есть, да волонтеровка большой поселок, конечно, я думаю, что здесь. Те, кто тут есть, все порядки наводят, все. Ну, получается, вот эти все без компенсации, им ничего? Нет, нет, ничего. Шифер дали, доску дали, вот, и все, рубероиды, гвозди. А компенсацию вам не давали? Ну, часть, часть денег. Просто это интересный вопрос, вот сколько? 196 тысяч. Какой у вас метраж? Общая, жилая площадь, 96 квадратов. Вот, а разрушено было где-то процентов, ну, 40, наверное. И вот на все на это вам дали 200 тысяч? Ну, грубо, да. 196. 196. Шифер, доску и 196 тысяч? Ну, да. Получается... Ты за свои деньги делал? Ну, в смысле, рабочие на них. Да, рабочих я делал. Нет, а рабочие уже за ваш счет, понятно. Просто вот, ну, я не понимаю логику как-то, она чуть-чуть непрозрачно получается. Да, вообще никак, она никак не получается, потому что... А окна, тут окна. Окна. А окна вам дали? Нет. Окна за свой счет? Окна за свой счет. Вот не понимаю. Вот те деньги, которые дали на компенсацию, мне хватило купить окна. И еще где-то одну треть я добавлял, чтобы расплатиться с рабочими за компенсацию. Понятно, рабочие за деньги свои. Ясно. Ругаться будешь? Вообще ничего не дадут. То есть, надо постоянно ходить капать на мозги. То есть, когда будет мое. Понятно, понятно, понятно. И то, что они могут дать, они дали, вот, ну. Я понял, я понял. Шифер дали. Ну, спасибо. Ну, хоть спасибо и за то. Да, спасибо. Но внутреннюю отделку, вот, вот, это все, все остальное приходится делать за свой счет. Понятно. А что такое ремонт во всем доме? Это полный, по-русски говоря. Да, да, да. Ну, потому что сейчас, если все показать, снаружи вроде ничего, а зайди вовнутрь, там везде... А у вас там погорело, да? Разруха, нет, разбито. А-а-а. Сморяда прилетали. Разбито, вот этого угла не было. Изначально вот эта стенка почти в 100 вышла. Вот. Кладка. Кладка, ну, материалы, там, цемент, песок. Этого вообще никто не дал, хотя по факту еще должны довести. 250 штук кирпича они мне насчитали. Я 300 штук шлакоблока только купил за свои деньги. Как минимум, каждые 60 рублей, это так была еще, бросовая цена. Угу. Плюс смеси строительные, плюс внутри кладка там еще. Ну, естественно, за работу людям заплатил, потому что его надо было поднимать и хоть как-то крыть. Ну, в общем, понятно. А вот повреждение мебели, вот вам какое-то такое вот... Нет, ее не осталось. Не осталось? Ее не осталось, ее унесли. Ну, вот на эти вещи, на предметы первой необходимости дали... Вам дали 196 тысяч вот на это? Нет, нет, это на разрушение. А, на разрушение по... Да, помимо, на вещи первой, на предметы первой необходимости... 100 тысяч? По 100 тысяч на каждого прописанного... Ну, вот что даю, чтобы купить там холодильники, диваны, понятно. Вот это как бы, ну, в эти деньги там купили котел, холодильник, вот, докупили батареи, как бы, ну, а все остальное просто тупо вынесли, и уже я... Это уже в счет не берется, просто смысла нет. Бородеры? Ну, а кто? Тут вокруг дома порядка 10 или 11 прилетов. В огороде вот там яма была, вот, бордюры с тротуара были на крыше вот тут, деревья были с огорода все на крыше. Ну, короче... А соседи, ну, соседи у всех тоже там ситуация. Ну, вот, ему в угол дома прилетело, и он попал, ему ногу оторвало, он на костылях шкандыбает. То есть, ему вообще ничего не дали, он подал документы. Ему в марте месяце должны были полный пакет документов на него выдать, но, к сожалению, он не успел, и теперь у него такая свистопляска, ему вообще ничего не дали, и денег тех не дали, что, допустим, у меня хоть документы, но мы это и делали еще, когда было в 2000-х годах, скажем так, когда купили этот дом, сделали пристройку и оформили полностью все документы, привели в порядок. А человек просто не успел это делать, ему вообще, вот, осла уши. Понятно. Нет наружного освещения. Здесь, вот, по улице? Вообще нет. Нет. Фонари не горят. Нет, их ни одного здесь нет. Ночь тут мрачная, тут в 6 часов. Вот там ходит автобус, вот этот поворот, центральный. А здесь, где ездит автобус, вот там провели освещение. А здесь нет? Здесь нет. Вот этот, сюда повернул, и можно потеряться. И здесь так побитые, я смотрю, дома вот. Все такие? Это вот 10 домов в ряд, все бы побитые. А тут даже страшно жить, по большому счету. Вот смотри, два дома, два дома. Вот здесь, конечно. Выходишь, если ты никого не видишь, что просто становится жутко. Мы уже к этому просто привыкли. Два-три дома на всю улицу, представьте. Мы друг друга знаем. То есть, если кто-то посторонний появляется, ты уже понимаешь, что здесь что-то происходит. Да? Потому что... Конечно, конечно. Мы поселковые, это как деревня. Они вылезают от крыши, по-любому проводка была. Лазили тут, до драк доходило, матюкались. Я знаю, сколько тут себе врагов уже успел нажить? Ну, я и гоняю постоянно. Ну, кто со мной будет спорить? Кому в рылаху? Ну, понятно. Начинаешь матюкаться, начинаешь насовывать им. Пхают, боишься только, чтобы с ножиком не кинули. Ну, понятно, понятно. Если полезли, так и бить придется. А что делать? Ну, понятно. Поэтому за вот эти заборы, вот это все украли. Начиная, да. Эта волна еще на личных денег проскочила. Первая волна. Первая волна. Потом, на данный момент, это все сейчас подводят под госструктуру. То есть, если дадут деньги, то их начислят на счет ИЖС, индивидуального жилищного строения. А он прям так и подписывается. И потом этими деньгами можно будет воспользоваться только лишь переведя их на счет какого-то подрядчика. Но цены там просто космические. Про компенсацию-то надо говорить, а почему? Ее дали, но ее катастрофически не хватит. Не хватит. Получили, скажем так, 50 на 50. Это те, которые получили все-таки стройматериал. Но не весь. У меня есть знакомая девочка, которая у нее так смотришь вроде с лица. Дом целый. Но когда заходишь на ту сторону, стены нет. И внутри все простенки съехали с фундамента. То есть полностью. Они залатали крышу там кое-как. Залатали. Они... А теперь, значит, им надо шлакоблок, чтобы ту стену сделать. А им говорят, нет, шлакоблока нет. И вам никто его не даст. Почему не даст? Потому что в таком количестве его просто нет. В Мариуполе шлакоблок не привозят. Привозят кирпич. Пожалуйста. Но они посчитали ту стену, которая на шлакоблок. Ну, грубо говоря, скажем, там 100 штук надо шлакоблока. На кирпича там 300 штук надо. А им говорят, нет, вам такое число не одобрят. То есть есть много таких, знаете, нюансов, да, получается. Мелочи. А это не мелочи. Даже это не мелочи. Это абсурдная какая-то ситуация. То есть стена там 10 на 10, ну, квадратов, да, грубо 10 квадратов. Шлакоблоком ее дадут, но шлакоблока нет. А кирпича слишком большое количество, вам его не выпишут. Понятно. То есть, по сути, как бы что-то дают, но получается человек не может до конца. Нет, нет. И, по крайней мере, среди ваших знакомых такое часто бывает? Ну, много, много, да. Очень много, да. Вот это у нас была школа. Вот эта территория вся, которая передняя, это была школа. И, да? Да, вот эта вся обнесена забором, эта школа. Вот представьте сейчас, какое количество детей остались у нас. В 47-й школе они учатся. В три смены. В общем, школа была, и ее теперь нет, понятно. Вот эта школа 47-я, вот до сюда идти пешком 25 минут. Она полностью обновлена. Вон там стадион. Хорошая школа, но вот три смены здесь учатся. А там строится дом. Ему тоже помогли. Ему поставили новый дом. Это вот этот новый дом, который люди своими силами его строят. В твоими силами, денег еще ни копейки людям не... Вот это важно, потому что мы снимаем про компенсацию, его дают, не дают. То есть, не дают. Вот еще ни копейки, все человек за свои деньги. Сам делает. А они все снесли и заново вот делают. Только цоколь остался. Понятно, понятно. Где-то живут у родственников, где-то снимают квартиры. Кто-то по прилижайшим селам поразъезжался. Были же там родители. И просто потому, что у людей нет денег, они ничего не могут делать. Нет, конечно. Вы представляете, ну, как восстановить вот тот дом? Я не знаю, на миллионов 6-7. Ну, понятно, да. Чтобы все там снести, стены выровнять, отделка. Там жить, ну, он и окна поставил за свой счет. Абсолютно все за свой счет. Вот это новостройки. Вот этот участок, вот сейчас мы пройдемся. Вот это поле, скажем так, оно много лет стояло. И людям выделили дома, они построили. Тут не мать силы, тут по 6-7 лет. То есть это новые дома. Это новые дома, да, да, да. Вот мой 10 лет, ну, а это позже были, тут начали строиться. Ну, максимум 8 лет, максимум этим домам. Да. Хорошие дома. Ночь темная. Мародеры, да, срезают кобеля там все. Так не надо даже не кобеля, вот заборы, вот все это, все, что металлическое, снимают на металлолом. Ну, это денег надо немало, чтобы, конечно, восстановить вот такой дом. Ну, на мою крышу, мне сказали, чтобы только крышу сделать, 470 тысяч. Чтобы крышу? Только крышу, да, только крышу. Ну, и вот это тоже с полмиллиона. Это минимум? Да, минимум, да. Это минимум. А вот это все там внутри, ну, короче, нормальный день. Это только крыша, да, крыша. И забор тоже получается развороченный. Какой процент среди домов всех волонтеровки вот разрушен? Процентов 60? Больше, наверное, даже, да? Да нет, наверное, 60. 60 где-то, 60. Ну, потому что какие-то улицы прям там 90, а какие-то 20. Да, именно так. Я думаю, процентов 60. Ну, вот он, этот дом, который, вот он, он в европейском стиле построен. Это тот, что я говорила, чтобы мальчик даже не въехал сюда. Да, не въехал, да. Ну, а погиб он как-то здесь или? В Мариуполе. В Мариуполе погиб, да? Небольшой бассейн. Да нет, чтобы такой дом восстановить, это я не знаю, что надо сделать. Говорю, у нас 15. Это вообще его, по сути, ну, даже если не сносить, то это... А семья у него была? Он молодой парень. Не женат? По-моему, женат. Женат? А жена где? Не знаете, да, историю? Дети нет? Нет. Не было? Я не буду терзать, они верующие были. Верующие? И там на низу будут, на Позаозерной, дона строить. Уже приходили до людей. Вот разрушение тут просто. Там крыша с той стороны, стены нема там. Да? Вот этот только крышу надо перекрыть, стену сделай, внутри там... Ну, как бы целый. Тот хана и этому, я не знаю, там, сколько ему денег, ему проще, наверное, новые бусины. То есть там вообще хлам болный, да? Ну, у него он потрескался, он колонны здоровые потрескали. А, он повело его. У него был прилет, там глубина. У него там полугла, там крыша второго этажа. Все, 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 я понял. Все, пока сшили, все пока снимали. Все, пока сшили. Так, а он, ну, получается, не... Ну, как и многие, ничего никто, да, они не делают. Они, по-моему, назад были. Уехали? Ну, да. Когда сейчас вот идешь, даже не верится, что эти дома были жилые, где, в них был хороший ремонт, люди жили. То есть везде здесь народ бегал, да? Конечно, нет. Ну, кажется, что оно так было всегда. И, знаете, я больше всего, мне вот как бы страшно по поводу того, что пройдет год, два, три, четыре, пять, и люди привыкнут так жить. Вот так вот? Да, да. Вот многие не возвратятся. Почему я задаю вопрос? Почему, вернее, что будет с поселком? Если, допустим, вот, вот, видите, белая, вот, белая стоит. И там еще буквально 100 метров, вот это конец поселка. Ага, понятно. Вот это, да. Там же все поразрушено. Страшно, что если, насколько, вот, как они говорят, программатично, 10 лет поселок может быть восстанавливаться. Но вы мне извините, за 10 лет, блин, уже доживем ли мы до этого всего? Угу. Здесь тоже груз 200 лежал очень долго. Вот женщина умерла прямо в войне. Прям в саду? Нет, ну, вот здесь, в доме. Во дворе лежала? Да, да. Но она не во дворе, она в доме лежала. Кошмар. Ну, да. На это я не знаю. А, вон, по-моему, вон написано, груз 200. А зачем? Как это? А потому, что, когда уже их эвакуировали, а он-то остался, труп здесь. А-а-а. Видите, на этом? Да-да, я вижу, груз 200. Видите, да, вот эти дома практически не тронутые. А эти остались, да-да-да. Тут люди повставляли окна себе, крыши попеределывали. Ну, как бы, все нормально. Даже не скажешь, да? Ну, вот по этому дому у кого-то ничего и не было. Такой прям приятненький домик хороший. Ну, вот такие все были домики. Вот такие были, да? Такие все были домики. Поверьте, вот все были такие домики. Да. Ребят, как я понимаю, ситуация с компенсациями на восстановление частных домов, самое разное у всех. Надо быть очень-очень настойчивым здесь. Просто вот бегать по всем кабинетам, ну, не ругаться ни в коем случае, но настойчиво требовать, просить, писать, звонить. Хотелось бы, чтобы, конечно, система уже совершенно работала и всем все компенсировали. Но, как есть, вот такая жизнь. Не всегда так будет, пока вот так. Мариуполь, волонтеровка.